Сегодня на библейском портале Экзегет мы читаем Евангелие о блудном сыне. У нас уже было Евангелие о Закхее, воскресной Евангелии и неделе о Закхее. Евангелие о Закхее — это Евангелие о самом плохом человеке в городе, который был начальник мытарей, то есть коллаборационистов, предателей и человек богатый. У нас было Евангелие о мытаре и фарисее. Мытарь — это самый плохой прихожанин, в отличие от фарисея, который постится два раза в неделю, десятую часть всего, что имеет, дает на храм Божий, а мытарь — это какой-то прохожанин, чем нежели прихожанин. И в это воскресенье Евангелие о блудном сыне, о самом слабом звене в собственной семье. Таким образом, воскресные Евангелии, вводящие нас во время Великого Поста, они как бы говорят нам, может быть, ты самый плохой человек в городе, каким был Закхей, предатель собственного народа. Может быть, ты, как мытарь, самый плохой прихожанин в своем храме. Может быть, ты, как блудный сын, самое слабое звено в собственном роду, в собственной семье. Но дерзай, как дерзал Закхей, который говорил себе, что он хочет видеть Иисуса, чтобы понять, кто он. Как дерзал мытый, не смея поднять глаза к небу, только бия себя в грудь и каяться со словами, «Боже, милостив, буди ко мне грешному». Как дерзал блудный сын, о котором сегодня мы будем говорить, который встал и сказал, «Встану, пойду к отцу моему». Эти образы, эти воскресные темы для целого недельного рассуждения – это подготовка, как времени Великого Поста. И мы читаем Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха и ниже. «Еще сказал, то есть Христос, сказал еще одну притчу. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение». И вот младший сын, он проявляет неблагоразумие. Он младший, скажем так, менее опытный, и в его сердце поселилось какое-то вольнодумство. Ему кажется, что он может существовать самостоятельно, без опеки отца, без помощи брата, без помощи семьи и своего рода. Молодежь стремится к самостоятельности. Это та реальность, которая окружает нас, и то, что присутствует в каждой семье. И мы даже радуемся на каких-то этапах, когда они проявляют самостоятельность. «Смотри, он взял ложку, кушает сам». Или «Смотри, как долго он стоит». «Смотри, как он ходит». И его не надо поддерживать. Но иногда все это опережает их реальные возможности. Иногда все это опережает их способности, бросает вызов их рассудительности. И это проблема. Какое-то время они должны проходить жизнь вместе с нами. И мы должны их поддерживать. Не в том смысле, что всегда контролировать, всегда дергивать. В Библии сказано «И вы, отцы, не раздражайте чад ваших». Но чтобы они чувствовали, что рядом есть те, которым можно обратиться за помощью. Но иногда стремление к самостоятельности перекрывает все. И младший требует «Дай мне следующее мне часть имения». И Отец разделил им имение. Отец Небесный проявляет заботу о всем творении. И Он всех нас наделяет тем необходимым, в чем мы нуждаемся. Рождаясь в этот мир, мы имеем возможность видеть, слышать, обонять, осязать. Господь дает нам память. Мы входим в эту взрослую жизнь крепкими, здоровыми, счастливыми. Но порой мы начинаем все расточать, все терять, все обесценивать. Я бы сказал, в религиозном смысле девальвировать. И мы читаем 13 стих. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно». Казалось бы, прошло немного дней, по прошествии немногих дней он все собрал. И покинул дом отчий. «И расточил все, живя распутно, вдали от Отца». Образ Отца Небесного – это яркий образ библейский. Бог, как любящий Отец, как Творец каждого из нас, Он промышляет о всем своем творении. В Библии сказано о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. Но иногда люди хотят выйти из-под опеки не только своих родителей, но и любых других авторитетов бросают вызов Творцу. Некоторые думают, что Бог, сотворив мир, как бы устранился от управления этого мира, и они могут пользоваться своей свободой. И вот этот молодой человек пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, то есть потратил все, что получил от Отца, в нашем случае это бывает так, что уже и здоровья нету, и памяти нету, и зрение плохое. После сорока у многих начинается проблем со слухом. И как бы ты хотел бы вернуться к Богу, но тебе уже и трудно передвигаться. От всего ты чувствуешь затруднение. Могу сказать о себе. Десять лет назад мне начало тяжело даваться, ходить, ходить ускоренно. Через какое-то время мне стало тяжело сидеть. Через какое-то время стало тяжело лежать. Это особенности нашего тела. Как сказано, все истлевает от употребления. И если мы неправильно обращаемся с собственным телом, а это всегда, почти всегда так, то оно дает о себе знать. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Та страна – это другая страна. Это не территория отца. Это не территория Бога. Это мир греха, где царит вседозволенность и гедонизм. И, как мы знаем, бесы пленных не берут. Они готовы полностью опустошить человека и бросить его, чтобы он валялся в грязи, уничтожить, до конца вогнать в опрах. Это их цель. И вот он испытывает нужду. Он, который жил благополучно с отцом. И мы читаем далее. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Это другая страна. Это не территория Бога. Это территория греха. И что тебе могут предложить на территории греха? Иди, паси свиней. Свиньи в то время это нечистое животное. И твое нечистое состояние будет связано с этими нечистыми тварями. И он, этот блудный сын, рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Он оказался на уровне ниже плинтуса, это мало сказать. Свиньи имели привилегии, есть рожки. Он, который нуждался в этом, ему не давали это вкушать. И, казалось бы, все, теперь жизнь его окончена. Он так и останется в этом состоянии. он не сможет подняться. Иногда мы видим некоторых людей, мы помним, какими они были цветучими в молодости, какими они были красивыми, насколько гармонично они развивались. некоторые из них ходили вместе с нами в храм Божий. Но потом все так изменилось. Они сошли с территории Бога, они поселились на территории греха. Их образ жизни превратился во что-то ужасное. Но об этом человеке говорится далее. «Пришедший же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Отец его заботится о праведных и о неправедных. Отец Небесный посылает свет солнца на праведных и на неправедных, дождем дождит, на праведных и на неправедных. Но те, которые сошли с территории Бога, которые поселились на территории греха, это самое суицидальное, что может совершить человек отказаться, сойти с территории Бога и поселиться на территории греха. Ибо любой грех суицидален, и он ставит нас как бы на край отверстия могилы, и мы уже испытываем. Запах смертоносный, тление, праха, небытия. И этот человек принимает решение. Пришедший в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточе стоит хлебом, а я умираю от голода, то есть уже на краю гибели, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Вот это его решение, это начало духовной весны, как и сам Великий пост называется весною души, как Закхей встал и сказал, что он хочет видеть Иисуса, чтобы знать, кто он, как мытарь, коллаборационист и предатель собственного народа, стал бить себя в грудь и восклицать, Боже, милости буди ко мне грешному, и этот человек находит слова, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих, время поста, это время перемен, это время для обновления, и неважно в каком ты состоянии сейчас, может быть худший человек в городе, может быть самый плохой прихожанин, может быть слабое звено в семейной жизни, в собственном роду, но найди в себе силы, как Закхей, искать Иисуса, чтобы знать кто он, прояви покаяние как мытарь, который бьет себя в грудь и говорит Божьей милости буди ко мне грешному, прими решение и скажи встану, пойду к отцу моему, что происходит далее, встал и пошел к отцу своему, только представьте какие раздумия были в его сердце когда он возвращался к отцу он не был уверен что отец примет его как сына да он и не рассчитывал на это ведь он уже сказал в сердце своем я буду наемником хотя бы у отца так и человек который из мира греха с территории греха начинает переходить на территорию Бога он очень волнуется он переживает а как отнесется ко мне Бог и мы читаем в 20 стихе удивительные слова и когда он то есть блудный сын был еще далеко увидел его отец его и сжалился ты еще далеко от Бога ты может быть еще далеко от территории Бога ты на территории греха в тени тени смертной но если в тебя появляется желание встать и пойти к отцу Бог видит тебя твое сердце для него проницательно он проницает своим взором твои мысли и когда он был еще далеко увидел его отец его и сжалился и побежав пал ему навстречу и целовал его Бог отец побежал поспешил навстречу заключил в объятия отче и целовал его какой удивительный образ сын же сказал ему отче я согрешил против неба пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим а отец сказал рабам своим принесите лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги он потерял все у него уже не было нормальной одежды у него не было нормальной обуви и приведите откормленного теленка и заколите станем есть и веселиться теленок откормленный это образ мессианского пира силой крови Иисуса Христа мы оказываемся способными восстановить царственные достоинства из состояния чад гнева опять возродиться в состоянии чад Божьих ибо через Христа и во Христе мы усыновляемся Богу Отцу и приведите откормленного теленка и заколите станем есть и веселиться ибо этот сын мой был мертв и ожил пропадал и нашелся и начали веселиться и сам Христос говорит что в одном кающемся грешнике ангелы на небесах радуются более чем о 99 праведных старший старший сын его был на поле старший сын отца старший в данном случае это еврейский народ который первый по старшинству принял единобожие веру Авраама Исаака Иакова и у пророка Исаия сказано что назначение этого народа быть светом в откровении языков но какой-то момент в гордом чувстве самодовольствия они замкнулись сами на себя и не выполняли эту миссию хотя при этом пытались строго и преданно исполнять закон Божий старший же сын его был на поле то есть трудился и возвращаясь когда приблизился к дому услышал пение и ликование и призвал одного из слуг спросил что это такое он сказал ему брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка потому что принял его здоровым то есть еще здоровым еще не настолько разрушенным еще не настолько потерянным здоровым для еще более лучшего восстановления и какая же реакция этого старшего он осердился и не хотел войти отец же его вышед звал его но он сказал в ответ отцу ведь я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего но ты никогда не дал мне козленка чтобы мне повеселиться с друзьями моими а когда этот сын твой расточивший имение свое с блудицами пришел ты заколол для него откромленного теленка он же то есть отец сказал ему сын мой ты всегда со мной все мое твое а о том надо было радоваться веселиться что брат твой сей был мертв и ожил пропадал и нашелся оказывается когда мы сходим с территории Бога это смерть это пропажа потери самого себя но если через покаяние мы возвращаемся на территорию Бога это как воскрешение из смерти и великий аскет Макарий Макарий Великий однажды сказал самое великое чудо это не мертвого воскресить а язычника сделать христианином еретика сделать ортодоксом неверующему дать дар веры но такие перемены такие радикальные перемены они возможны только для Бога почему же Христос говорит что об одном кающемся ангел на небесах радуется больше чем о 99 праведных и почему он же Христос говорит первые первые царствие Божие идут блудницы мытари и грешники это связано с тем что такие люди не испытывают иллюзии относительно себя они не видят преимущества своего положения они видят недостатки своего положения как Закхей понимал что он испорченный человек как мытарь понимал и бил себя в грудь что он грешный человек как блудный сын понимал я недостоин быть сыном твоим хотя бы наемником ибо Бог гордым противится а смиренным дает благодать и время поста через эти евангельские воскресные чтения которые приготовляют нас к посту время поста когда оно наступит и ты может быть немножко испугаешься перед таким количеством дней дерзай как дерзал Закхей который искал видеть Иисуса сокруши свое сердце как мытарь бия в грудь говоря Боже милости буди ко мне грешному скажи вместе с блудным сыном встану пойду к отцу моему и когда ты будешь еще вдали от отца может быть не сразу ты сойдешь с территории греха и перейдешь на территорию Бога знай Бог уже видит тебя твое стремление твое решение и он готов поспешить тебе навстречу и заключить тебя в объятии отчей с праздником Внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео надпишись на территории вам выстрел что выстрел и в что и да что и ты и и и